Здравствуйте. Мы изучаем статьи Шамати. Сегодня мы будем изучать статью 35 по поводу живительной силы святости. Материалы вы можете найти на сайте kap.sut.il. Также вы можете пройти по кнопке в верхнем меню. Пожалуйста, Раф. Статьи Шамати, у них есть несколько видов статей. Не сами по себе, мы не можем сказать, потому что сами по себе это просто высший свет. Но по отношению к тому, как мы их воспринимаем, впитываем, получаем, чувствуем, как это включается в нас, входит и работает в нас. Одни из статей — это мы не можем особо впечатлиться ими. Я это сужу по своему опыту с учениками, что эта статья, которую мы сейчас прочитаем по поводу живительной силы святости — это 35-я Шамати. Эта статья не сразу воспринимается, но затем мы увидим ее все глубже и глубже. Это по поводу самой статьи. А содержание статьи очень важно. Мы обычно пренебрегаем состояниями, которые противоположны святости. Когда я нахожусь в падении, в упадке, тогда, по моему ощущению, я готов отказаться от таких состояний. Для чего они мне нужны? Я чувствую себя нехорошо. Мой разум не работает. Чувства тоже погашены так. И что будет меня от этого? Что я нахожусь в состоянии падения? Все состояния, нам нужно понять, все состояния, которые противоположны святости, отдаче, сближению с Творцом, они также в конечном счете присоединяются к нашей работе, к процессу нашего продвижения к цели. И выходит, что даже клепа, которую мы так проклинаем, и не любим ее, не хотим ее, и готовы отказаться от нее, она работает на святость. И поэтому написано, что будет поглощено, а потом выброшено наружу. Или то, что мы говорили о колесе, которое идет назад, но на самом деле толкает колесо вперед. И так мы продвигаемся все больше и больше и больше, где половина движения вперед происходит с помощью участия движения назад. И без этого движения назад не было бы движения вперед. Наоборот, все начинается с тьмы. Тьма — свет, тьма — свет, ночь — день. Так мы отсчитываем наши дни в соответствии с Каббалой. Что сутки начинаются с ночи. И был вечер, было утро, день — один. Поэтому нам нужно понять, каким образом наши состояния, которые иногда такие ужасные, и мы хотим убежать от всего, мы ненавидим их, из-за нашего желания получать. Мы не любим такие состояния. Но на самом деле эти состояния, по их сути, это состояния правильные, и они хорошие, и они присоединяются к святости. И только благодаря им мы можем войти в духовное осознание Творца, в слияние с Творцом. И об этом, собственно, эта статья по поводу живительной силы святости. Пожалуйста. Шамати 35 по поводу живительной силы святости. Писание говорит, вот море великое и обширное. Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые и большие. Следует объяснить. Первое. Вот море. Имеется в виду море Сидры Ахры. Второе. Великое и обширное. То есть, он раскрывает себя всем и кричит. Дай, дай, аф, аф. Имеются в виду большие получающие кили. Третье. Там присмыкающиеся ремес. То есть, там есть высшие свята, которые человек давит и топчет румес ногами. Четвертое. Которое у меня числа. Что есть там малое животное и большие животное. То есть, есть ли у человека малое животное или большие животное. Все находится в этом море. Это потому, что существует правило. Свыше давать дают, но забирать не забирают. То есть, все, что дают свыше, обратно наверху не принимают. Это остается внизу. Поэтому, если человек привлёк что-то свыше, а затем нанёс этому вред, это уже остаётся внизу. Но не у этого человека, а это падает в море Ситры Ахры. То есть, если человек привлёк какое-то свечение, и он не способен удержать его постоянно, из-за того, что его килим пока ещё недостаточно чисты, чтобы соответствовать свету. То есть, чтобы человек получил этого отдающего килим, подобное свету, приходящему отдающего, поэтому свечение обязано уйти от него. То есть, мы видим здесь, что всё, что мы получаем свыше, и вначале это может быть что-то в направлении отдачи, а затем мы превращаем это в ради получения и чувствуем, что это идёт ради получения. Не страшно. Пусть даже это ради получения, это входит в клепу, что так мы хотели насладиться чем-то для себя. и это намеренно свыше. Так играют с нами. И нам нужно понять, что это свечение, которое мы вначале получили, может быть с хорошим намерением, а потом оно испортилось, всё, хотя и переходит на сторону клепы, всё-таки это остаётся, и затем приходит к исправлению. Киев, о чём ты спрашиваешь? Как раз хотел спросить, вот здесь вот по статье как раз он пишет, что свечение не способен удерживать его постоянно из-за того, что килим его пока ещё недостаточно чистый. А как можно получить свечение, если у тебя килим недостаточно чистый? По его желанию. Какой он? Он хочет войти в духовное, хочет быть в намерении радиодачи, хочет перейти к духовной ступени. И в соответствии с его желанием, с тем, что он стремится, в соответствии с этим он получает какой-то контакт. И затем из этого контакта он действительно начинает чувствовать, что к чему-то приближается. А здесь он даже не осознаёт, что его намерение изменилось. Он начинает думать, каким образом насладиться. И тогда то, что вначале он стремился к отдаче, сейчас это входит в его получающие килим. Мы даже это особо не осознаём, но процесс нам должен быть понятен. Москва-3. Спасибо. А что означает «топчуть цвета ногами»? что он уже не заинтересован в отдаче, а хочет только узнать, понять, почувствовать, не отдавать с помощью этого, чтобы у него была связь с духовным. не заинтересован получить силу отдачи, любви к ближнему и так далее, а хочет только чувствовать, наслаждаться этим сам, для себя. Пожалуйста. И тогда это свечение попадает в руки Ситры Ахры. И так происходит несколько раз. То есть человек привлекает свечение, а потом оно уходит от него. Поэтому свечение в море Ситры Ахры умножаются. И это происходит, пока не наполнится её миром. Пока это море не наполнится. И это занимает несколько лет, много усилий, много падений. И всё собирается в какое-то место. Да. Это значит, что после того, как человек раскрывает всю меру усилий, которые он может раскрыть, Ситры Ахры отдает ему обратно всё, что она забрала под свою власть. Это называется, заглотает изобилие, он и изрыгнёт. Это важно. Ещё раз. И тогда это свечение падает в Ситры Ахру. И так происходит несколько раз. То есть человек привлекает, а потом это уходит от него. Поэтому свечение в мире Ситры Ахры умножается. И это происходит, пока не наполнится её мера. То есть после того, как человек раскроет всю меру усилий, которую он может раскрыть, и тогда Ситры Ахра отдает ему обратно всё, что она забрала под свою власть. Это называется, заглотает изобилие, он и изрыгнёт. Москва-1. Москва-1. А вот в период подготовки, вот этот процесс, когда изрыгнёт, он может повторяться? Алло. Нет. Об этом мы поговорим потом. Это мы получаем немножко какую-то поддержку. Но всё, что собирается в море Ситра Ахра, раскрывается потом, после того, как… Ну, мы вскоре увидим. Он нам объяснит. Только после того, как мы переходим к Лешма. Латин-7. Латинская Америка-7. Как человек может знать, что он достиг уже границы всех своих усилий, которые он может сделать? Граница усилий? Бесконечность? Конец исправления? Что значит граница усилий? Ситра Ахра Ему нужно всё время? Ну, то, что здесь написано, что он делает всё время усилия, а потом, в конце концов, все страха радует этому обратно. Он не знает. Он не знает. Это зависит от величины его души. И чем больше его душа, путь его длиннее. И он работает очень долго в скрытии. И годы берут у него, пока он вообще понимает, чувствует, собирает всё своё усилие в клепе, пока это не превращается в святость. Это как с человеком, который входит с маленьким сосудом в царскую сокровищницу, где ему дали набрать там монеты. Он набирает, выходит, ему переворачивают, он снова входит, набирает, и опять ему переворачивают. И он думает, что это не его. Так мы чувствуем время падения. Во время подъёмов мы думаем, что мы работаем, и это хорошо у нас, а в падениях мы чувствуем, что это у нас пропало. Тот самый пример, что клепа именно помогает нам тем, что восполняет вот этот круг, круг оборот, где часть колеса идёт вперёд, а часть назад. Но та часть, которая идёт назад, восполняет ту часть, которая идёт вперёд. Юсей Норвист. Юсей Норвист. Спасибо, Раф. Я надеюсь, что мой вопрос будет подходящим, потому что мы проходим. Вопрос такой, когда мы чувствуем расширение эгоизма, желание получать, против чего мы это чувствуем? Относительно того, что это расширяется, это всё-таки расширение наших килим. Каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. Это также говорит о продвижении, о расширении килим, о продвижении. Да. Вопрос только, остаёмся ли мы в том же стремлении вперёд. Это как я занимаюсь, скажем, спортом. Чем больше я продвигаюсь, мне каждый раз дают более тяжёлые упражнения. Только там я понимаю, что мне нужно это принимать и исполнять, потому что без этого нет продвижения. Здесь тоже, но только я не вижу процесса, и поэтому то, что каждый раз я получаю отягощение сердца, мне кажется, что я падаю. Но это не я падаю. Это даёт мне ещё упражнения. Разумеется, во всех этих упражнениях я не добиваюсь успеха. Чем больше я хочу продвигаться, чем больше я хочу присоединить себя к группе, молиться Творцу, делать всё, как положено, я вижу, что я всё-таки падаю, падаю, падаю из-за всего. И написано, что тысяча входит в комнату, а один выходит к свету. И поэтому многие люди оставляют кабалу. Они не понимают, не воспринимают, что именно во тьме, пока он преодолевает, и эта тьма облегает его со всех сторон, и сказано, что из глубин вызвал я к Творцу, что мы можем вскричать в конце концов к Творцу, и этот крик, он собирается, и тогда мы проходим Махсон. Только в таком виде. Это очень длинный путь. Прийти к состоянию, когда мы обязываем себя и Творца все силы природы, собственно, что мы должны превратить всю эту клепу, все это усилие, которое мы приложили и которое собралось в нехорошее состояние, когда мы в конце концов чувствуем, что мы ни в чем не добиваемся успеха, что там, в море Ситрахрах, где потонули все наши усилия, именно из этих усилий мы получаем их и с их помощью поднимаемся к святости. это то, что нам нужно понять, потому что тут многие люди, которые не понимают эту технологию, этот процесс продвижения, они думают, что не видят ни в состоянии, путь ни для них и так далее. Но на самом деле это не так. Но мы должны собрать все наши усилия в море Ситрахрах, то есть ради получения в нашем эго. И когда с их помощью наше эго возрастет все больше и больше, мы будем еще более эгоистичны. Вместе с тем, то, что мы стремимся к отдаче, к любви, к объединению как бы мы открываем себя все более и более материалистичными, эгоистичными, пока это не дойдет до полной меры. И тогда это раскроется. Мы почитаем еще немного, а затем ответим на несколько вопросов.